Здравствуйте, уважаемые садоводы-любители! Меня зовут Иван Русских, я приветствую вас на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами о гуматах, что это такое, для чего они нужны и насколько они важны для использования в нашем саду. Гуматы достаточно такие сложные вещества с химической точки зрения и представляют собой калевые и аммонийные соли гуминовых кислот. Гуминовые кислоты это естественный компонент почвы, которые образуются в результате разложения древесины и так далее. Гуматы можно найти в угле, в торфе и в других субстратах, откуда они очень часто и добываются и приходят в магазин, чтобы мы их купили и использовали на наших участках. Для чего же нужны гуматы, где они могут нам помочь? Дело в том, что гуматы, хотя известны уже очень давно, окончательный механизм их действия на сегодняшний день неизвестен, но совершенно точно известно, что они выполняют всевозможные полезные функции у растений. Первая важная полезная функция для растений это фитостимулирующие. Дело в том, что молекула гуматов похожа на молекулы некоторых фитогормонов, которые стимулируют их рост и развитие. Особенно сильно такие гормональные свойства гуматов проявляются в случае внесения их в почву, когда нужные бактерии в почве их там немножечко преобразуют и тогда гуматы самым лучшим образом проявляют свое фитостимулирующее действие. Вторая важная функция гуматов это то, что в случае микробиологического разложения они начинают действовать как удобрения, они сами становятся источником полезных веществ для растений, ну то есть используются для питания. Если это аммонийные соли гуминовых кислот, то с преобладанием азота. Если это калиевые соли гуминовых кислот, вы можете на этикетке прочитать гумат калия, например, то в таком случае этот раствор будет являться еще источником калия дополнительного. Третьей важной функцией гуматов является то, что гуматы являются питательным субстратом для развития микробов в почве. Развитие микробов в почве особенно со стимулирующим действием на растения, антагонистическим влиянием на патогенные бактерии грибы очень важно для сада и огорода. Зачастую садовые участки располагаются не на самых богатых почвах, с не самым лучшим механическим составом, но вот здесь гуматы приходят нам на помощь. Следующим очень важным свойством гуматов является то, что они делают доступными для растения практически недоступные ионы металлов, которые в свободном виде растения не могут усвоить. Это такие важные ионы, как марганец, цинк, железо, медь и другие микроэлементы, бор в том числе. Поэтому если вы затеете какую-то микроподкормку микроэлементами ваших растений, обязательно к этой подкормке добавьте гуматы, чтобы превратить минеральные вещества, ионы металлов и не металлов бора, например, в легко усвояемую растением форму. Еще одно очень важное свойство гуматов, которое можно использовать постоянно на участке, это то, что они обладают суостами поверхностно-активных веществ. Поэтому при выполнении вне корневых подкормок также надо добавлять небольшое количество гуматов. Это способствует тому, что капельки подкормки равномерно распределяются, растекаются по поверхности листа, преодолевают барьеры листа и делают доступными те микроэлементы или макроэлементы, которые мы вносим во вне корневой подкормки. И еще очень важным свойством обладают гуматы, это то, что они являются хорошими адсорбентами. Нельзя сказать, что почвы на наших огородах, участках, садах сильно загрязнены тяжелыми металлами или какими-то вредными веществами. Но при всем том, если вы используете химические препараты для защиты растений, если вы часто используете химические удобрения, с которыми могут приходить к нам в землю тяжелые металлы, не поленитесь, обработайте почву, подлейте растения гуматами, они свяжут эти тяжелые металлы, крупные атомы, крупные ионы и не позволят им всосаться в растения. Вот такое интересное свойство гуматы. Гуматы выпускаются в жидкой форме, гуматы выпускаются в плотной форме для приготовления раствора, но как бы то ни было, вам всегда стоит использовать небольшое количество гуматов для добавления в раствор микроэлементов, если вы делаете вне корневые подкормки растений. Поэтому вспоминайте об этом летом, когда будете использовать подкормки, когда будете использовать гуматы. Я благодарю вас за то, что вы с нами на канале Процветок, подписывайтесь на наш канал, оставляйте свои вопросы, ставьте лайки, а я буду рад вас приветствовать снова на нашем канале. Всего хорошего!